Авиакатастрофа в Курумыче. Самолет, который следовал из Атель-Авива в Самару, совершил вынужденную посадку. Оторвался двигатель, из топливного бака вытекло горючее и все загорелось. Это только легенда, но условия учебной катастрофы максимально приближены к реальности. По сигналу тревоги в течение трех минут на место ЧП приезжают пожарные расчеты. Они должны потушить разлитое топливо, чтобы огонь не перекинулся на воздушное судно. Спасатели в это время эвакуируют из самолета пассажиров. Их роли достались незадействованным в операции сотрудникам. Из рук спасателей пострадавшие попадают к медикам. Мы всегда работаем на отлично, больше никак нельзя по-другому. Все-таки люди спасаем. Эвакуированных переписывает служба организации пассажирских перевозок. Эти сотрудники даже не знали, что участвуют в учениях. Чтобы сохранить эффект внезапности, предупреждать их не стали. Неожиданно и волнительно. И как бы, не дай бог, такое в жизни случится на самом деле. Если была бы на самом деле такая ситуация, понятно, что многие вообще бы не могли что-то говорить правильно. И тогда уже мы просто переписываем вот чисто внешне, как он мужчина, примерно какого возраста, во что одет, чтобы потом его как-то можно было опознать родственники или близкие. Поврежденные воздушные судна увозят с полосы специальной техникой. Учения проходят в то время, когда в аэропорту небольшое окно. То есть нет ни вылетов, ни прилетов. И учения не пугают пассажиров и не мешают пилотам. В условиях реального ЧП работа аэропорта будет парализована. Все зависит от того, конечно, где это и когда это произошло. Если это произошло на полосе, то это все, аэропорт закрывается до того момента, пока правительственная комиссия не даст добро. Они проводят расследование, там, все это. Если ничего серьезного, ну, мало ли, да, то это очень быстро все. Есть также нормативные рамки, то по эвакуации воздушного судна с летного поля аэродрома. Такие репетиции катастроф проходят ежегодно, летом и зимой. В меньшем масштабе каждую неделю. Спасатели отрабатывают навыки работы в экстремальных условиях, чтобы довести их до автоматизма. Признаются, лучше тысячи раз тренироваться, чем участвовать в настоящей беде. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков, События.